Здравствуйте! Это рубрика «Мы в сети». Меня зовут Наталья Елефантьева. В ближайшие несколько минут я расскажу о том, что обсуждают сегодня в интернете. Итак, начнем с нашего официального сайта afontovo.ru. Здесь продолжают комментировать резонансный проект моего коллеги Артема Курчавова «Завод за и против». Зрители высказывают абсолютно разные мнения. Количество комментариев, оставленных к сюжетам Артема, приближается к тысяче. Мы внимательно читаем то, что пишут пользователи. И у редакции сложилось впечатление, что разные комментарии, написанные под разными именами, пишет один и тот же человек. Признаюсь, мы провели свое собственное маленькое расследование, и отчасти это подозрение подтвердилось. Сегодня в нашей студии гость – это руководитель веб-отдела компании «Юнит-Медиа» Андрей Левкин. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, ну расскажите, вот что удалось выяснить? У нас была проведена работа по анализу комментариев пользователей на нашем сайте, кто откуда пишет и действительно ли разные пользователи пишут с одного и того же компьютера. То есть первоначально было вынесено такое предположение, и факты подтвердились. То есть мы посмотрели по логам на сервере, что у многих сообщений IP-адреса на самом деле одинаковые. Отсюда мы можем сказать, что пользователи писали либо с одного физического компьютера, либо из одной организации, которая принадлежит данный IP-адрес. Андрей, ну вот, а все-таки можно найти даже, вот, наверное, адрес, да, где находится этот компьютер, с которого поступаются эти сообщения под разными именами? Если озадачиться, то да, можно найти. По IP-адресу можно узнать, какому провайдеру принадлежит IP-адрес, какой организации и какому пользователю примерно. Наверное. Если точно озадачиться, то можно через провайдера, то есть просто заявочку к нему сделать, и они скажут, какому пользователю принадлежит данный IP-адрес. Спасибо, Андрей, за то, что помогли нам разобраться. Но мне остается лишь попросить наших телезрителей, если вы оставляете комментарии к сюжетам, пожалуйста, будьте все-таки немного честнее и подписывайтесь своим собственным именем. Ну а мы идем далее. В сети сейчас активно обсуждают новость о том, что талоны технического осмотра, которые будут выдавать с 2012 года, станут похожи на лотерейные билеты. Надо сказать, что нынешние талоны техосмотра имеют наивысший класс защиты, они могли печататься только на госзнаке. Новые талоны будут иметь гораздо меньшую защиту от подделок. По данным коммерсанта, Минтранс согласился снизить степень защиты талончиков, чтобы сделать их дешевле. Это позволит печатать их частным структурам. Тем самым цена новых талонов может снизиться с 300 до 37 рублей. Мы решили спросить у одного из известных автомобилистов Красноярска, как он относится к тому, что новые талоны технического осмотра будут выглядеть таким образом. Связались по скайпу с Дмитрием Крэнгом. Предлагаю послушать то, что он нам сказал. Это всего лишь удостоверение того, что твой автомобиль находится в технически исправном состоянии. Кому она должна предъявляться? Сотрудникам ГИБДД, правильно? Отдельная она будет или нет, для автомобилиста не важно. А для сотрудников ГИБДД важно. Ну, то есть это влияет на безопасность дорожного движения. Делать их дорогими тоже нельзя, потому что вообще лишняя нагрузка на автомобилистов по деньгам, это лишняя нагрузка на семейный бюджет каждого человека. И напоследок американские СМИ назвали самые красивые тела Голливуда 2011 года. Интересно, но в этот рейтинг попали звезды, которым уже за 40. Первое место завоевали бывшие супруги – это Дженнифер Энистон и Брэд Питт. Кроме того, Дженнифер безоговорочно признана обладательницей самого желанного звездного тела в Голливуде. На втором месте оказались Уилл Смит и Холли Берри. А самое лучшее тело после родов принадлежит Дженнифер Лопес. Самой горячей парочкой Голливуда уже в который раз стали Дэвид и Виктория Бэкхэм. Удивительно, но вот, например, нынешняя подруга Брэд Питта Анжелина Джоли вообще на этот раз не попала в этот рейтинг. На этом у меня все. Добавляйте Афонтова в друзья. Наши странички есть во всех социальных сетях. Также оставляйте свои комментарии и новости на нашем сайте afontova.ru. И помните, что мы не только в эфире, но и в сети. Увидимся.